Авария со смертельным исходом произошла рано утром 28 января на 602-м километре участка дороги Пуровск-Карачаева. Там столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ и Тойота. Итог лобового столкновения. Два человека погибли. Это водители-пассажир отечественные машины. Еще одного пассажира с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу в Таркасале. Водитель иномарки серьезно не пострадал. ГИБДД устанавливает степень вины участников дорожно-транспортного происшествия. Число аварий с начала года увеличилось до 445 ДТП. Шесть человек погибли, 38 травмированы. Полиция Целихарда расследует уголовное дело. Мошенники выманили у своей жертвы больше 2 миллионов рублей. 60-летняя потерпевшая обратилась в полицию в конце января. Она рассказала, что в течение месяца переводила мошенникам крупные суммы. А все началось в сентябре 2019 года, когда женщине позвонила злоумышленница и представилась сотрудником прокуратуры. Лже-сотрудник сообщила, в связи с приобретением опасного для здоровья средства для похудения, заявительница признана потерпевшей по уголовному делу. Ей полагается выплата. Так, жертва мошенников начала общаться со злоумышленниками, и те убеждали ее переводить им деньги. А после сообщили потерпевшей, что она проходит по семи уголовным статьям за мошенничество, и что ей нужно ждать вызова в Екатеринбург для участия в расследовании. Испугавшись, женщина снова связалась со злоумышленниками, и они убедили ее, что для решения проблемы необходимо повторно перевести крупную сумму на указанный им счет. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной организованной группой, либо в особо крупном размере. У жителя Нового Уренгоя похитили 735 тысяч рублей с банковской карты с помощью вирусной программы. 25 января в полиции приняли заявление у местного жителя, лишившегося крупной суммы со счета. Ему по традиционной схеме позвонил же сотрудник службы безопасности банка, предложив под предлогом мер повышенной безопасности установить систему удаленного доступа к счетам на телефоны и назвать необходимые пароли, что и было сделано. После списания денег злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной в крупном размере. Жителю Салихарда, который пил со знакомым, поскандалил, а потом ударил ножом, дали пять лет колонии строгого режима. 5 октября 2018 года в дежурную часть Салихарской полиции поступило сообщение из приемного отделения больницы. Туда привезли 33-летнего мужчину с проникающим ранением в живот. Следствие установило, что потерпевший распивал спиртное со своим знакомым, после чего начались оскорбления и между ними произошел конфликт, в результате которого тот самый знакомый нанес потерпевшему один удар ножом, а потом скрылся с места преступления. Подозреваемого нашли, это 32-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. Его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Свидание с незнакомкой обернулось неожиданными последствиями для новорингойца. Потерпевший сообщил в полицию, неизвестная открыто похитила у него мобильный телефон. Во время расследования полицейские установили, что заявитель познакомился с девушкой, с которой затем употреблял спиртные напитки в гостиничном номере. Злоумышленница, воспользовавшись нетрезвым состоянием кавалера, взяла у него из рук мобильник и скрылась место преступления. Полицейские вычислили злодейку по горячим следам. Ею оказалась ранее судимая жительница Башкирии, 1996 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Охотница за чужими телефонами грозит лишение свободы сроком до 4 лет. Похищенная изъята и оформлена явка с повинной. Высказался в интернете. Ноябрьского школьника подростки заставили ответить за сказанные им слова. Увиденное так оскорбило тонкие натуры хулиганов, что они решили все в той же сети интернета публиковать публичные извинения со стороны горе-комментатора. И записали видео, на котором подростка откровенно травят. По факту издевательства над ребенком отдел МВД Ноябрьска проводит проверку. Личности авторов видео установлены. Почаще говорите с детьми о безопасности в социальных сетях и про уважение к другим. Неважно, в реальном или виртуальном мире. Берегите себя. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин